Одним из первых, кто проголосовал досрочно, стал глава города Александр Тихонов. Он голосовал на своем округе в седьмой школе. Александр Михайлович хотел лично убедиться, что на избирательном участке соблюдают все мирозащиты. Мы сегодня посмотрели с вами. Все сделано по требованию Роспотребнадзора. Это отдельный вход, отдельный выход. Это маски, это перчатки даются на входе, даются маски на входе, измеряется температура. Отдельные даются ручки. Нет скопления людей. Все как-то рассредоточено. Поэтому, на мой взгляд, требования Роспотребнадзора выполняются полностью. Избирательные участки будут работать каждый день до 1 июля, включительно с 8 утра до 8 вечера. Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут вызвать членов комиссии 1 июля на дом. При надомном голосовании все меры предосторожности также будут соблюдать. Подготовим по их заявлениям и просьбам списки. И два наших члена комиссии, обязательно сотрудник полиции, будут посещать квартиры. Также они будут одеты в халатики с масками. В первый же час работы на другом участке, 1685, побывало уже около 100 человек. Голосование проходило также в штатном режиме. После голосования обладатели именных сертификатов могли получить памятный подарок от волонтера. Кроме того, в Нижегородской области в этом году запущен пилотный проект дистанционного голосования. Те, кто хотел принять в нем участие, подавали заявки до 21 июня. Сейчас они голосуют через интернет. Этих людей, как и тех, кто взял открепительные, исключили из списков для очного голосования. Современная система позволяет при подаче электронного голосования связываться со всеми базами данных участковых и территориальных избирательных комиссий. И таким образом местные комиссии получают в своих списках данные о том, кто открепился на дистанционное электронное голосование. Также 1 июля пройдет очное голосование за выбор проекта по программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать за один из трех объектов, который благоустроит в 2021 году, можно в часы работы своего избирательного участка. На выбор горожан представлены парк имени Сосина, зону отдыха Продобровой и бульвар Микро-М-15. Голосование проходит на обычных избирательных участках, тех, на которых горожане привыкли голосовать. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.